В центре Харькова волонтеры и военные развернули флаг единства армии и народа Украины. Акцию проводят уже во второй раз. В прошлом году начали создавать стяг. Сейчас его длина более 50 метров. Он шит из почти сотни флагов. Этот прапор создан из разных прапоров шито. Из прапоров волонтерских организаций, волонтерских групп, батальонов, бригад, Збройных сил Украины, СБУ. Для мегафлага также использовали эмблемы и знамена дружественных иностранных организаций из Литвы и Чехии, включая объединение Прага-Майдан. Есть и флаг батальона «Крым». Областные чиновники, представители общественных организаций, военные волонтеры у монумента независимости исполнили гимн Украины и почтили память погибших бойцов. Всех наших героев. Шаново, хровиное мовчание. Знаками почета от Украинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО в Харьковской области наградили 25 харьковчан. Мы наградуем хлопцев из 92-го бригады, хлопцев еще из других бригад. Наградуем награду ИТВО Орден, это от общественной организации, это наша пошана нашим хлопцам за их достижение там на передовой. Также некоторых волонтеров наградим, также за достижение, за их помощь. Одну из наград вручили родителям погибшего бойца Андрея Бутыльского. Лидия Бутыльская потеряла сына в феврале этого года. Харьковчанин погиб в бою на Светлодарской дуге. Мужчина был снайпером, воевал в Айдаре, 92-й бригаде, грузинском регионе и 54-й бригаде. Он ушел на фронт батальона Айдар в июне 2014-го года. Руки у него были золотые, понимаете? Он безотказный, он защищал Украину, как мог и очень хорошо мог. Андрей Микитенко воевал в составе 92-й бригады с 2014-го. Военный рассказывает, награда для него в первую очередь означает признание людей. В следующем году акцию планируют провести и в других городах Украины, включая Венецию и Северо-Донецк. По словам организаторов, к тому времени размер флага единства армии и народа станет еще больше. Общественники хотят шить стяг размером с Площадь Свободы. Ольга Куриленко и Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».